Многим зрителям сериала «Великолепный век» стало интересно, а где спал, как мылся и как выглядел туалет султанов. Как мы знаем, что дворец султанов Топкапы стал музеем и теперь даже простой человек может увидеть все, что было закрыто от посторонних глаз. Итак, давайте во всем разбираться. Уборная султанов и султанш. Во время правления султана Сулеймана во дворце уже существовал водопровод. Это очень сильно облегчало жизнь правителей. Чего не скажешь про европейцев. У них короли еще ходили в ночные вазы. Во дворце и в гареме было много туалетов. Более тысячи штук. Зачем столько много? Туалеты распределялись по классам. Для султана, султанш, наложниц, евнухов и для простых рабов. Сами по себе уборные выглядели скромно. Маленькое помещение, наполовину обделанное мрамором. В полу делали отверстие, куда все дело и уходило. Подобный туалет существует и до сих пор. Его называют турецким или чашей ген. У султана в уборной можно увидеть два крана. И внизу маленькое углубление, куда стекала вода. В то время не было туалетной бумаги и поэтому мылись простой водой, чтобы поддерживать гигиену и не подцепить инфекцию. Канализация всего дворца выходила в море и все стекало туда. Для очистки воздуха от неприятных запахов в туалете расставляли курильницы с благовониями, изготовленные с добавлением амбры, лепестков белой розы, розового масла, порошка из жемчужин и тому подобное. У Хирем был туалет рядом с ее комнатой, с мрамором и позолоченными кранами. Она практически ничем не отличалась от уборной валиде и султана. Сидячие унитазы в то время считались грязными. И есть некоторые жители в Турции, которые по сей день пользуются только чашей гены. Хамам, валиде и султана обычно находились рядом, так как отапливать их было гораздо легче и выгоднее одновременно с помощью одной топки. У султана всегда были враги и его все время кто-то норовился убить, поэтому умылся султан за золотой решеткой, которая закрывалась на ключ, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь. Тот хамам, который вы можете видеть в топ Капы, был построен при Мураде Третьем. А вот его предки, это Мехмед Фатих, Баязид Второй, Селим Явуз, Сулейман Кануни и Селим Второй, мылись в другой бане. Ее обнаружили в 2017 году. Она была построена в период 1509 на 1510 годы. При правлении Мехмеда Фатиха этот старый хамам был разрушен от землетрясения два раза. При правлении Сулеймана ее восстановил Мимар Синан. Именно в этой бане упал и ударился головой Селим Пьяниц, сын Хюрем, после чего он скоропостижно скончался. Тронный зал. Зал для торжеств. В этом зале, который был построен при Мураде Третьем, султаны восседали на своем диване под Балдахином. Они праздновали в нем самые важные крупные праздники, принимали гостей, послов, а также зачитывали указы и проводили свадебные церемонии. Этот зал менялся много раз из-за пожаров и землетрясений. У султанов были также и другие залы, скромнее и меньше. Они предназначались для близкого и маленького круга султана. Тронный зал султана имел самый большой купол во всем дворце. После Великого пожара 1666 года, который уничтожил большую часть дворца Топкапы, императорский зал был отреставрирован в стиле рококо во время правления султана Османа Третьего. Лента из белых и синих плиток с каллиографическими надписями проходит по всей стене. Они были добавлены в XVIII веке. Зеркала в императорском зале были сделаны из венецианского стекла. Но куполообразные арки и подвески по-прежнему несут классические фрески, относящиеся к первоначальной конструкции. Они остались неизменными XVI века. Позолоченные стулья в тронном зале – это подарок императора Германии Вильгельма II. Также в зале есть часы, а не подарок английской королевы Виктории. Именно за часами есть дверь, которая ведет в покое султана. В тронном зале есть много секретных дверей. Первая секретная дверь за зеркалом позволяет султану безопасно покинуть зал. Одна дверь ведет в комнату Валиде, другая – в хамам султана. Противоположные двери ведут в маленькую обеденную комнату, перестроенную Ахмедом III. Покой султана. К сожалению, мы не можем точно сказать, как выглядят покои султана Сулеймана, так как комплекс топ-капы все время перестраивался, и каждый правитель добавлял что-то свое. Но сохранилась комната Мурада III. Он был единственным султаном, который так горячо любил свою мать Нурбану, что приказал выстроить ей отдельные покои и построить себе спальню рядом с Валиде. Практически в каждых покоях есть фонтаны, в которых всегда текла вода. Это помогало скрыть разговор от тех, кто его подслушивал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok